На самом деле, то, что мы обсудили, это и есть метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. Просто он обычно формулируется в других терминах. И сейчас мы эти термины введем и опишем метод Гаусса при помощи матрицы системы уравнений, расширенной матрицы системы уравнений. Обсудим, что нужно сделать с матрицами, чтобы решить систему линейных уравнений. Матрица и система линейных уравнений называется некоторая таблица. В таблицу мы вписываем коэффициенты системы линейных уравнений. Если у нас первая переменная х, то в первом столбце матрицы будут содержаться все коэффициенты, с которыми входит переменная х в уравнение. В первой строке из первого уравнения, во второй строке из второго уравнения и так далее. Так, про каждую переменную все Для каждой переменной, для каждой неизвестной, все коэффициенты будут записаны в матрицу. То, что стоит в уравнении в правой части, свободные члены, будут записаны после черты, будет столбец свободных членов. Такая матрица, в которой записан столбец свободных членов, будет называться расширенной матрицей системы линейных уравнений. Если мы не будем писать столбец свободных членов, то то, что получится, будет просто матрица системы, не расширенная матрица системы. Для того, чтобы написать матрицу системы линейных уравнений, нужно систему линейных уравнений привести в некоторый порядок. Когда мы пишем линейные уравнения, у нас свободный член может быть или слева, или справа. Переменные в разных уравнениях могут идти в разном порядке. Могут быть несколько запутанные уравнения, могут быть еще не приведены подобные члены, могут стоять какие-то скобки. Для того, чтобы записать матрицу системы, система должна быть записана в порядке. В каждом уравнении сначала идет первая переменная со своим коэффициентом, потом вторая переменная со своим коэффициентом и так далее. И справа стоит только свободный член, никаких переменных справа нет. Здесь приведен пример, как мы запутанную систему линейных уравнений. Здесь нет никакой нелинейности. Она была записана беспорядочно, а мы привели ее в порядок. Сначала написали все члены, содержащие х, потом в каждом уравнении, потом содержащие у, потом содержащие z. Справа написали свободный коэффициент. После этого уже можно написать матрицу системы. После этого видны строки, видны столбцы, виден столбец свободных членов. Хорошо говорить про матрицу системы, приведённую в порядок, когда мы просто записываем матрицу системы и ничего не хотим делать. А мы хотим делать. Мы хотим решать систему уравнений. Когда мы решали систему уравнений, мы выражали одну переменную через другую, переносили что-то в другую часть, умножали на какие-то коэффициенты, вычитали, складывали, раскрывали скобки. Конечно, система получится не такого вида, как мы хотели. И матрица испортится. Не получится. Теперь мы не сможем записать никакую матрицу. Давайте попробуем посмотреть на выражение одной переменной через другой по-другому. Давайте сделаем вот что. Давайте вместо того, чтобы выражать х через у для этой системы, мы просто вычтем из второй строчки первую. Я хочу сказать, что мы получим то же самое уравнение, что и подставив выражение для х во вторую строчку. И действительно, вычитая из второй строчки первую, мы достигли такого же результата, как и подставляя. Мы получили более простое уравнение. Действительно, посмотрите, у нас во втором уравнении участвует только у. Мы избавились от х, ничего не подставляя, а просто вычитая первую строчку. На самом деле, мы, конечно, провели ту же самую операцию. А что произошло при этом с матрицей? Что произошло с матрицей системы, когда мы вычитали из второго уравнения системы первую строчку. Посмотрите, с матрицей произошло точно то же самое. При этом мы из второй строчки матрицы вышли первую строчку и получили новую матрицу, у которой во второй строчке на первом месте, во второй строчке на том месте, которое соответствует коэффициенту при неизвестной х, мы получили 0. Таким образом, вторая строчка сейчас соответствует тому простому уравнению, которую мы получили на прошлом слайде. Минус 2у равно минус 8. Действительно, смотрите, и матрица, и система преобразовывались по одному и тому же закону. Когда мы вычитаем из одного уравнения другое, мы приводим подобные члены. То есть мы из коэффициента при х вычитаем второго уравнения, вычитаем коэффициент при х первого уравнения. Из коэффициента при у второго уравнения вычитаем коэффициент при у первого уравнения. Из свободного члена вычитаем свободный член. Но это то же самое, что из строчки матрицы вычесть строчку матрицы. Мы проделали одну и ту же операцию и получили систему уравнений, получили новую матрицу. Это как раз получилась матрица, соответствующая вот этой новой, более простой системе. Всегда ли так будет? Или нам повезло случайно? На первый взгляд кажется, что нам повезло случайно. Но не могли мы убить х, вычитая первое уравнение из всех последующих, если, например, в каком-нибудь уравнении содержалось не х, а 2х. Если в первом уравнении было х, а во втором 2х, мы ничего хорошего не получим, вычитая из второго уравнения первое. Правильно. Поэтому из второго уравнения нужно вычитать не просто первое уравнение, а первое уравнение, умноженное на такой коэффициент, который и нужен, чтобы сократилось х во втором уравнении. Посмотрите на наш пример. Здесь в первом уравнении х идет с коэффициентом 1, а во втором уравнении содержится 2х. Поэтому мы вычтем из второго уравнения первое уравнение, умноженное на 2. И таким образом х во втором уравнении сократится, и мы снова получим более простую систему, систему, не содержащую х. Фактически второе уравнение будет уравнением относительно у. Такие уравнения мы умеем решать. Что происходит с матрицей? В первом столбце на первом месте стоит единица, а в первом столбце на втором месте стоит двойка. Мы хотим из второй строчки вычесть первую строчку, умноженную на такое число, чтобы на первом месте второй строчки теперь не стояла двойка, а стоял ноль. Для этого действительно нам нужно первую строчку умножить на 2, и после этого вычесть ее из второй строчки. Когда мы вычтем, когда мы проведем эту процедуру, мы получим ту же самую матрицу. Мы получим ту же самую матрицу, соответствующую тому уравнению, которое мы получили на предыдущем слайде, вычитая из второго уравнения первое уравнение, умноженное на 2. Может быть, все-таки все равно содержалось некоторое везение? Смотрите, ведь мы исходим из того, что в первом уравнении при неизвестной х стоит коэффициент единица. Но это могло быть не так. В первом уравнении при неизвестной х могла быть двойка, тройка, пятерка, какое угодно число. И тогда, вычитая первую строчку, мы бы только испортили остальные уравнения. Ну, здесь опять же нет ничего сложного. Давайте первое уравнение, прежде чем что бы то ни было делать, давайте первое уравнение умножим на то число, которое нужно, чтобы коэффициент при неизвестном х стал бы единицей. Если было 2х, давайте умножим уравнение на 1 вторую. Это получится то же самое уравнение, просто коэффициенты изменятся. Решение уравнения будет те же самые, но на первом месте будет стоять переменная х с коэффициентом единица. Что происходит с матрицей, когда мы так действуем? Смотрите, на первом месте, первой строчке стояло число 2. Нам так трудно, нам этой двойкой трудно сократить все члены стоящие, все элементы матрицы стоящие по двойке. Мы умножим первую строчку матрицы на 1 вторую. Первая строчка матрицы изменится. Все коэффициенты, все ее элементы умножатся на 1 вторую. Это будет соответствовать тому, что мы все уравнение умножили на 1 вторую. Уравнение осталось тем же, просто изменились коэффициенты. После этого первую строчку можно вычитать из второй. Если есть третья из третьей, первую строчку можно вычитать из других строчек. Можно умножать ее при этом на то число, которое нам нужно. Давайте проследим еще раз, что же именно мы сделали. И будем следить параллельно, что мы делали с системой уравнений и что мы сделали с матрицей этой системы. Во-первых, мы записали матрицу системы, привели систему линейных уравнений в некоторый порядок. После этого мы поменяли местами уравнение в системе так, чтобы первое уравнение содержало ту переменную, которую мы хотим считать первой. Что бы мы сделали с матрицей? Мы поменяли строчки матрицы местами так, чтобы на первом месте оказалась строчка, содержащая первый элемент, который не равен нулю. Потом мы умножили первое уравнение на какое-то такое число, чтобы коэффициент при первой переменной стал равен единице. Что мы сделали с матрицей? Мы умножили первую строчку матрицы на такое число, чтобы первый элемент этой строчки стал единичным. Смотрите, здесь важно, что это не ноль. Мы не можем умножить ноль ни на какое число, чтобы он превратился от умножения в единицу. Ноль на что не умножая, все время получится ноль. Если было не нулевое число, а мы об этом позаботились на предыдущем шаге, когда переставляли строчки, переставляли уравнение в системе, теперь после этого мы можем умножить первую строчку матрицы на какое-то число так, чтобы на первом месте в этой строчке стояла единица. Теперь мы можем из каждого следующего уравнения системы, из второго, третьего, пятого, десятого, я не знаю, сколько у нас уравнений в системе, в зависимости от этого, вычесть первое уравнение, умноженное на такое число, чтобы первая переменная исчезла во всех этих остальных уравнениях. Что мы делаем с матрицей? Мы из всех строчек матрицы, кроме первой, первую пропускаем, берем следующую строчку, вторую, вычитаем из нее первую строчку, умноженную на такой коэффициент, чтобы первый элемент второй строчки стал нулевым. Потом то же самое проделываем с третьей строчкой. Из третьей строчки матрицы вычитаем первую строчку, умноженную на такой коэффициент, чтобы в третьей строчке первый элемент снова тоже стал нулем. Вот смотрите, что мы делаем с системой. Написано «система уравнения». Она начинается с 2х. В первом уравнении содержится 2х. Первым делом мы первое уравнение делим на 2. После этого мы получили уравнение х плюс что-то. Остальные коэффициенты немножко испортились, они стали содержать дроби. Тем не менее, первое уравнение второй системы и первое уравнение первой системы – это одно и то же. Они получаются друг с другом умножением и делением на 2. Система получилась та же самая. Решение этих двух систем совпадает. Мы можем действовать дальше. Дальше. Из второго уравнения системы мы вычитаем первое уравнение системы, чтобы сократился х. И из третьего уравнения системы тоже вычитаем первое умноженное на коэффициент, чтобы в третьем уравнении тоже больше не было х. Вот мы получили такую систему. В первом уравнении присутствуют x, y и z, а второе и третье уравнения содержат только y и z. Наша система как бы разделилась на две части. Первая часть содержит x, а дальше идет система из двух уравнений, с двумя неизвестными y и z. Никакого x в них не содержится. Что произошло с матрицами, когда мы так поступали? Во-первых, мы записали матрицу системы. После этого мы умножили первую строчку матрицы на некоторое число. Это некоторое число в данном случае равно 1 и 2. Так, чтобы на первом месте в первой строчке стояла единица. Теперь у нас первая строчка начинается с коэффициента единица. Теперь мы вычли первую строчку матрицы из второй строчки матрицы. Теперь на первом месте стоит 0, а во второй строчке содержатся тоже дробные числа, как и в первой строке. Теперь нам нужно убить вот эту тройку, которая стоит на первом месте третьей строки. Мы вычтем из третьей строки первую строчку, умноженную на 3. Когда мы действовали с системой, мы действовали точно так же. У нас было 3х, и мы вышли из третьего уравнения трижды первое уравнение. И сейчас мы вычитаем из третьей строчки матрицы трижды первую строчку матрицы. И мы снова оказались в ситуации похожей ситуации с системой. Смотрите, какая получилась матрица. Эта матрица содержит первую строчку из трех элементов. Дальше первый столбец содержит два нулевых элемента. Мы видим, что выделяется маленькая квадратная матрица 2 на 2 справа под первой строкой. Ну и есть еще столбец свободных членов. Мы с ним действовали так же, как действовали со всей остальной матрицей. Также мы действовали со столбцом свободных коэффициентов. Продолжение следует...